Русское географическое общество Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня было официально объявлено об открытии Рязанского регионального отделения Русского географического общества. Напомним, что это одно из старейших географических обществ мира. Оно было основано указом императора Николая. Сотни экспедиций, организованных обществом, сыграли большую роль в освоении Арктики, Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. На первом заседании Попечительского совета Рязанского областного отделения побывала Оксана Тебенихина. В зале ученого совета Рязанского государственного медицинского университета состоялось первое заседание Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, который возглавил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Почетным гостем стал первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров. Вместе с главой региона он подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Русским географическим обществом, что и являлось основной целью встречи. В наши дни Рязанское региональное отделение географического общества ведет работу в рамках проекта «Наследие Русской Америки», активно занимается экологическим просвещением, патриотическим воспитанием молодежи, именно патриотизм в отношении к миру, в котором ты живешь. Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве между Русским географическим обществом и правительством региона. Это даст возможность взаимодействовать в сфере научной деятельности, организовывать экспедиции с участием молодых рязанских исследователей и опытных исследователей, реализовывать совместные экологические проекты, активно развивать в Рязанской области внутренние туристические маршруты. Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. За годы существования общество внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии и других территорий. В нашем регионе российское географическое общество зародилось в сентябре 2010-го, а спустя два года был также создан музей путешественников. Я уверен, что все у вас будет нормально. Не только в Арктику, не только Малахов, который ведет всех в Арктику, и будет история изучаться в вашем области. Также участники совета отметили, что сегодня необходимо обратить внимание на историю Рязанского края. Артур Челенгаров в свою очередь сообщил, что рад встрече и подписанию соглашения, заметив, что оно должно стать документом о понимании, что региональное отделение российского географического общества должно активно участвовать в изучении родного края и патриотическом воспитании. Челенгаров заверил, что именно эти два аспекта и являются главными целями работы русского географического общества. География – это, как известно, наука о землеописании и народах ее населяющих. Наука, в общем-то, весьма точная, чего нельзя сказать о другом гуманитарном предмете, а именно истории. С древнейших времен люди пытались выставить себя в лучшем свете, ну или подать некоторые исторические факты в определенном, также выгодном, лишим ключе. Ну а наиболее ярко это проявляется в политике некоторых западных стран при освещении истории Второй мировой войны. Искажения, порой откровенные фальсификации повсюду пистолет в европейских учебниках. 22 июня в Москве прошла презентация книги-мемуаров ветеранов Великой Отечественной войны. Затем эти сборники отправили политическим деятелям западных стран. А сегодня сборник «Дневник ветерана. Непридуманная история войны» представили и рязанцам. В Доме общественных организаций прошла презентация книги «Дневник ветерана. Непридуманная история войны», в которую были вписаны истории наших героев-земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. Организатором мероприятия выступили активисты молодой гвардии и работники городской администрации. В книге собраны воспоминания фронтовиков, которые уже разосланы президентом и политическим деятелям зарубежных стран, а также некоторым журналистам, кинорежиссерам, сценаристам, писателям и историкам. Эта книга собиралась из воспоминаний ветеранов, очевидцев войны, участников войны, дружеников тыл в пассе России. И для нас, как для Рязанского регионального отделения, очень важно, что три истории наших земляков вошли в эту книгу. Идея создания данной книги обусловлена многочисленными попытками искажения истории представителями некоторых стран в угоду политической конъюнктуры. Книга «Дневник ветерана. Непридуманные истории войны» готовилась в течение нескольких месяцев и включает в себя живые истории закопной солдатской жизни, собранные у участников боевых действий со всей страны. В ее создании принимали участие более полутора тысяч волонтеров. Они занялись в семь районов. Захаровский, Михайловский, Чепаиловский, Горловский, Скопинский, Милославский и Чернавский. Помимо этого, на пресс-конференции активисты молодой гвардии сообщили о запуске нового проекта. Наследники непридуманной истории, в котором сможет принять участие каждый, чьей семьи коснулась Великая Отечественная война. Волонтеры проекта займутся сбором истории ветеранов войны по всему миру. Они лягут в основу новых книг о непридуманной истории войны на основе реальных фактов из жизни. Сегодня еще одно историческое событие. Рязанские христиане вспоминают о святителе Василии Рязанском, который много сделал для культуры и просвещения Рязанского края. Молебен и крестный ход в честь святого прошел в городище Старая Рязань. Почти день святителя Василия, первого епископа Рязанского, жившего во второй половине XIII века, решили непосредственно на городище Старая Рязань. Место это было выбрано не случайно, ведь в те времена именно здесь располагалась столица Рязанского княжества, куда, по легенде, и приплыл святой Василий на своей мантии из Мурома. Именно здесь, на этой земле, он некоторое время молился и преподавал и князьям, и простому людям свое благословение, свои напутствие, свои молитвы были его о нашей земле. И уже только потом, когда Рязань была перенесена в Переиславль, нынешнюю Рязань, он туда тоже переместился, также на мантии паке, и поэтому там он и скончался, там его и сейчас покоятся честные мощи. В этот памятный день в Преображенском храме Старой Рязани совершили божественную литургию, после чего прошли крестным ходом сюда, к поклонному кресту. Ну а после всех гостей ждал праздник с походной кухней, концертом и настоящими бакатырскими поединками, которым не смог помешать даже внезапно начавшийся дождь. Следующий видеорепортаж расскажет о последствиях вроде бы доброго дела, а именно о противодействии нарушителям общественного порядка. Однако при этом пострадали и простые жители московского микрорайона. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Известное правило страны чудес, в которые однажды попала Алиса. Да вообще бегать очень полезно, равно как заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И бывает очень обидно, когда в эпоху пропаганды спортивного и здорового образа жизни непонятно, куда же податься, чтобы уже начать, ну или продолжить этот сам образ жизни вести. Безусловно, в нашем городе достаточно фитнес-клубов, где любой желающий за относительно небольшие деньги может получить те самые профессиональные услуги и стать обладателем накачанных мышц и красивого тела. Жителям многих районов повезло и в том, что площадки с уличными тренажерами всегда в их распоряжении. Есть и такие счастливчики, которых угораздило жить рядом со стадионом. Ведь что может быть приятнее пробежки на свежем воздухе? А вот жители Московского района уже не первый год недоумевают. Рядом великолепный стадион и, казалось бы, бегай не хочу, нарезай круги сколько душе угодно. Только есть одно но. Попасть на стадион Агротехнологического университета практически невозможно. Фух, как вы сюда попали? Я через забор перелез. А так закрыто, да? Да, постоянно. И часто вы через забор лазите? Каждый день. Много тут вот таких вот людей обычно? Раньше было много, но сейчас я один остался. Но забор вообще страшный, нет? Опасный, да. Но я знаю там одну лазейку. Так что пока без травм. То есть забор не преград настоящему спортсмену? Да. Да, стадион огорожен забором. С одной стороны он бетонный, с другой вообще абсолютно устрашающего вида с острыми штырями наверху. Настоящее произведение антивандального искусства. Все ворота закрыты. А тут всегда ворота закрыты? Да. Их вообще никогда не открывают? Идем тоже? Нет, ну когда кто приезжает, то сюда. А вот как бегают сейчас на стадионе, нет люди, например? Или вечером? Можешь туда как-то попасть, побегать? Ну это по распоряжению ректора. Сейчас никого не пускают, потому что там в тот дождик, в тот площадку там делали. И днем тоже не пускают? Да. Вот и непонятно, но как же так? Наша съемочная группа попробовала разобраться и выяснить, кто же все-таки прав. Тем, кого не пускают, или те, кто не хочет делиться таким вот благом. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу. Думали, что чемпион. Конечно, руководство вуза понять можно. В пору, когда вход на стадион был доступен всем желающим, постоянно приходилось выгребать мусор и разгонять пьяных. Далеко не все стремились на территорию за спортивными удовольствиями. И тем не менее, ощущение, что данная ситуация неправильно, не покидает. Страдают, кстати, не только любители пробежек на свежем воздухе, но и молодые мамы, которым негде гулять с детьми. Вот вечером, например, пойти на стадионе с ребенком погулять? Нет, на стадионе не погулять. Здесь все закрыто кругом. Никаких не детей. Раньше бегали здесь, занимались там спортом. Сейчас вообще ничем уже не занимается, потому что закрыто все. А выходные, кстати, знаете как? Что-то выходные даже... Нет, стадион на выходные не открывают. Нет, стадион всегда, теперь всегда закрыт. Это бесполезно. Здесь еще, может быть, открывают, но я что-то на выходные даже не думала. Мне кажется, здесь все закрыто. Так что погулять негде. Детишкам плоховато, ничего у нас тут нет. Проректор по воспитательной работе заверяет, что если очень захотеть, то попасть на стадион все-таки можно, но не позже восьми вечера. Для этого достаточно зайти на проходную, расписаться в книге учета и дежуривший в это время вахтер с радостью откроет ворота и проведет на желанный стадион. Сюда попасть можно. Приходят в центральный вход, пожалуйста, есть книга регистрации, кто здесь есть. Записываются в книгу, ему проходят, открывают в стадион, так же, как и мне. Без проблем совершенно. В любом человеку? В любом человеку. И в любое время? В любое время до восьми. Ага. А вообще, когда он бывает открыт, так что можно было войти в ворота, побегать, погулять? Еще раз объясняю. Человек посторонний входит, регистрируется. Понимаете? Были случаи, когда нам предъявляли претензии, и полиция предъявляла, люди спрашивали, почему ломают руки, а вы ничего не можете сделать. А что я могу сделать, если этот человек не мой, и мы за ним не наблюдаем? Ага, то есть, когда лазят через забор, руки ломают? Я не знаю, лазят они через забор, или проходят ли они где-то. У нас цивильный вход, пожалуйста, центральный вход университета. Вот только мало кто так делает, и большинство просто печально смотрит на данное сооружение, пугается забором, на стремление к здоровому образу жизни, осуществляет где-нибудь в другом месте, ну, или не осуществляет. Конечно, истинного спортсмена данная преграда вряд ли может серьезно остановить. Вопрос в том, почему в погоне за собственным здоровьем им же и приходится рисковать, плюс ко всему, нарушая правопорядок. И да, коллектив нашей телекомпании советует не повторять подобных подвигов во избежание травм и надеяться на ваше благоразумие. И еще о спорте, и также прикладном. Стало известно, что команда Рязанской области стала победителем шестого регионального лагеря «Юный спасатель». Профессия спасателя требует превосходной подготовки и полной самоотдачи. Поэтому, если хочешь приносить пользу людям, надо готовиться и получать необходимые навыки по безопасности еще со школьного возраста. 14 июля в Касимове стартовал шестой полевой лагерь «Юный спасатель», в рамках которого состоятся соревнования среди 17 команд школьников из регионов Центрального федерального округа. Каждый год новые соревнования в каждом регионе. То есть, в этот раз повезло нам. Шестые региональные соревнования встречаем. Из Рязани почему? Из Рязани, почему? Из Рязанской области мы выводили данный город. Потому что мы и разводим инфраструктуру, спорт хорошо развит. Есть, что немаловажно, фокус, структурно-оздоровительный фокус. Для ребят профессиональные спасатели подготовили массу разнообразных конкурсов и испытаний, причем весьма разноплановые. На силу, на выносливость, на ловкость и скорость. Входит расписание турнира, также и проверка теоретических знаний. Как-никак современная техника в арсенале спасательного ведомства усложняется и необходимо соответствовать вызовам времени. Что до юношеских соревнований, то в первый день юноши и девушки состязались беги на 1500 метров соответственно. Продолжился турнир в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». Там прошли силовые упражнения, юноши состязались в подтягивании на турнике, а девушкам предстояло отжиматься от пола. Завершился первый день соревнований конкурсами визиток, стенгазет и военно-патриотической песни. Участников ждет еще один день состязаний, во время которого им предстоит показать свое имение в гребле, спасение утопающего и оказание ему первой медицинской помощи. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостями в студии станут летчики из Дягилевского авиаполка, которые примут участие в фестивале под названием «Авиадартс». Этот фестиваль начнется в конце июля и продлится всю первую неделю августа. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова